Строительство Дворца культуры угольщиков началось в 1954 году, а завершилось через три года в 1957 году. Торжественное открытие состоялось в 1958 году. В том помещении, где сегодня расположен выставочный зал истории поселка Буланаш имени Абрама Ефимовича Рубинштейна, работал спортивный зал. А после ввода в строй спортивного комплекса «Шахтер» необходимость в этом спортзале отпала. И было принято решение открыть в этом помещении музей боевой славы. Подробно о работе музея, а потом выставочного зала имени Абрама Ефимовича Рубинштейна, ДК угольщиков по истории поселка Буланаш, представителям средств массовой информации рассказала Любовь Никандровна Меньшенина, которая напомнила, что музей начал свою работу в августе 1972 года. Его открытие было связано со столетним юбилеем Егоршинского угольного бассейна. В создании музея принимали участие шахтеры, партийные комсомольские организации. Консультировал горный инженер Абрам Ефимович Рубинштейн. Активное участие принимал в создании директор ДК угольщиков Переслегин Иван Семенович. Со временем, когда шахта управления теряла свои силы, естественно, все социальные объекты закрывались или вели скудный образ жизни. Это случилось и с Дома культуры угольщиков. Музей боевой и трудовой славы перешел в бывшее здание учебно-курсового комбината, расположенного по улице Комсомольской. Шел 2003 год. Здание было передано в Управление образования и размещен Дом детского творчества номер 22. В помещении бывшего музея размещены музей истории поселка Буланаш и музей боевой и трудовой славы шахтеров. В 2022 году под крыло Управление культуры Артемовского городского округа вернулся Дворец культуры угольщиков. На базе музея истории поселка Буланаш появился новый объект, который назвали выставочный зал истории поселка Буланаш имени Абрама Ефимовича Рубинштейна. В первый год жизни выставочного зала было оформлено 7 выставок. Хроника военного времени, красоты родного поселка, Ложка-ложечка Рецная, Татьяна Петрова народная певица и другие. В прошлом году было оформлено 13 выставок. Это были разноплановые выставки. Выставка «Душа» оформил профессиональный художник Сергей Григорьев. На выставке «Школа, которой нет» размещен собранный материал по истории школы номер 28 поселка Буланаш. Этот материал размещен в одноименной книге. Выставка «Люди в белых халатах. Низко вам поклониться хочу» посвящалась медикам Буланашской больницы и санатория-профилактория юбилейной. Выставка «Нам мир искусства дарит радость» состоит из творческих работ, картин и икон, вышитых крестом Арестовой Нины Михайловной, бывшей работницей шахты «Буланаш-3». Особое место в выставочном зале занимает выставка «Никто не забыт и ничто не забыто», посвященная участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В текущем году появились новые выставки, например, выставка, посвященная столетию Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, выставка, которая посвящена 15-летию территориального общественного самоуправления поселка Буланаш, а также выставка под названием «Рукам работа. Сердцу радость» бывшего шахтера и горного мастера шахтоуправления Игоршинская Головкина Петра Ивановича. Выставочный зал посещают люди разного возраста, разных интересов. Это зрители, приходящие на мероприятия, проводимые во Дворце культуры угольщиков. Новая форма работы с посетителями – это работа с семьей. Наиболее активно стали приходить семьи в прошлом году. 20 семей посетили выставочный зал, в этом году уже посетили 6 семей. Руководитель выставочного зала с некоторым сожалению отметила современную тенденцию, что подростки и молодежь крайне редко приходят на выставки. Молодежь, вообще мало приходит молодых. Это в основном молодые семьи, у которых уже дети есть, или есть престарелые родители, которых они приводят на экскурсию. Ну а школу, у меня за, вот я третий год работаю, был всего один класс. Любовь Никандровна очень любит свою работу, и ей нравится работать с посетителями, неравнодушными к истории своего края. И неважно, родом они из Артемовского или приехали из других регионов России. Мне нравится работать с посетителями из профилактория санатория «Юбилейный». Они проживают в разных уголках нашей области, но они с большим желанием и вниманием слушают мои рассказы о том, или ином историческом факте, или событии из жизни нашего края. Я приглашаю всех, кто услышал меня, на экскурсию во дворец культуры угольщиков. Для того, чтобы попасть с семьей, группой или классом, на экскурсию в выставочный зал ДК угольщиков, нужно позвонить по телефону 8-992-018-4478 и обговорить удобный для вас день и час.